С главными событиями этого дня в студии Валентина Чебичек. 10 миллиардов рублей распределены между бюджетами 20 субъектов на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов. Один из таких проектов – строительство дороги на Ренмар-Сыктывкарх, реализуется в Ненецком округе. Поэтому из федерального бюджета региону выделено почти полмиллиарда рублей. Это полная стоимость окончания строительства четвертого отрезка трассы, которая свяжет округ с Республикой Коми. Решение правительства в эксклюзивном интервью нашему телеканалу прокомментировал глава региона Игорь Кошин. Вы знаете, что мы разбили недостающий участок на четыре. В прошлом году началось строительство четвертого участка, и в этом году оно должно быть завершено. Я очень рад, что наша планомерная работа с федерацией, с министерством транспорта приводит к тому, что мы регулярно, на постоянной основе, имеем возможность в федеральные средства вкладывать в строительство автомобильной дороги, которая нам необходима, и которая свяжет Ненецкий автономный округ с большой землей. Я очень рад, что отношение федерации совершенно особое к округу, и действительно это социально-экономически значимый проект для нашей страны, потому что наша страна получит возможность, еще один регион должен получить возможность в круггодичной связи с большой землей. Кроме того, правительство выделило субсидии 34 регионам на софинансирование авиационных услуг по оказанию медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах. Ненецкий округ на эти цели получит почти 55 миллионов рублей. Отмечается, что объем необходимых для каждого региона финансовых средств рассчитан Минздравом России. При расчете учитывались заявки регионов с учетом стоимости дежурства воздушного судна и летных часов. Средний процент софинансирования из федерального бюджета закупки авиационной услуги составляет 87%. Привлечение федеральных средств, конечно же, значимо. По прошлому году нам удалось привлечь порядка миллиарда 300 миллионов рублей в различные проекты. Это и дорожное строительство, это и строительство объектов социальной инфраструктуры, потому что несмотря на период низких цен, несмотря на период низких доходов, мы ни в коем случае не должны останавливать строительство социальных объектов. Также в постановлении правительства Ненецкий округ получит деньги на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова